Всем привет, ребят! С вами GoBzor.com. Сегодня в центре внимания у нас новый смартфон от компании Blubo. Это Blubo D5 Pro. Он уже появился в китайских интернет-магазинах. Пара ссылок будет передана в описании к этому видео. В России официальные смартфоны не заводятся. Поставляется он в коробке из плотного картона. В комплекте идет у нас прозрачный силиконовый чехол, защитное стекло, USB-кабель, устройство зарядное с евровилкой, руководство пользователя, скрепка для лотка SIM и гарантийный талон. Смартфон Blubo D5 Pro вышел в трех расцветках корпуса. Ярко-красный, темно-синий и черный. В нашем распоряжении ярко-красный. Выглядит он в сочетании с золотистой рамкой потрясающе. Использование металла придает конструкции достаточно жесткости. Собран корпус добротно, при надавлении задняя крышка не прогибается. Задняя панель сматывает текстурой, она не подвержена загрязнению следами пальцев. Он не выскальзывает из рук. Округлый объектив основной камеры не выступает за пределы основной плоскости крышки. Левее выведена светодиодная вспышка. Ниже сканер отпечатка пальца. Каких-либо проблем и сбоев в работе сканера за время длительных тестов замечено не было. На нижний торец Blubo D5 Pro выведен microUSB. По краям от него круглые отверстия основного динамика и микрофона. Лицевая сторона смартфона полностью закрыта стеклом Gorilla Glass 4. Дополнительно носена защитная пленка. У смартфона отсутствует верхняя рамка. Разговорная шутка динамика смещена ближе к торцу. При этом тут не стали выводить раздражающую монобровь. Вместо этого камера смещена на нижнюю рамку. Как результат во время селфи нужно будет переворачивать смартфон в руке. Но в любом случае такой инженерный подход нам нравится больше, чем тот который использует iPhone X. Сим и карта памяти ставятся в выдвижной гибридный лоток. Расположен на правом торце. С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости. Общий габарит у него достаточно компактный при весе в 150 граммов. Изображение 8,5 дюймовый экран S.I.P.S. с разрешением 640 на 1280 пикселей. Экран хоть и не с высокой детализацией, но вполне достойного качества. Углы обзора широкие. Есть достаточно высокий уровень максимальной яркости. Сенсорный слой распознает только два одновременных касания. Установлен 4-ядерный процессор Mediatek 6737. 4 ядра Cortex-A53. За графическую задачу отвечает Mali-T720. После доступно 3 гигабайта оперативки и 32 гигабайта внутренней памяти. Урни быстродействия вполне достаточны для плавной работы системы и запуска популярных приложений. В свободное время можно будет поиграть в игры со сложной графикой. Но стоит учитывать, что платформа эта не совсем актуальна, но вполне достойна. BlueBuddy 5 Pro работает в сетях 4G со спектром поддержки российских частот. Band 1, 3, 7, 8 и 20. Установлен Wi-Fi модуль, работающий в двух диапазонах. Bluetooth 4.1 с поддержкой L2DP. На холодный старт на навигационном модуле уходит 30-40 секунд. За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2700 мАч. Ее хватает максимальной нагрузки при постоянно работающем экране на 4 часа. Около 5,5 часов на воспроизведение фильмов. Технология быстрой зарядки не поддерживается, но установление заряда комплектным адаптером уйдет в 2 часа. Основной модуль камеры с разрешением 8 Мп от OmniVision. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп от Sony. Обе камеры предлагают дополнительную интерполяцию до 13 и 8 Мп. При достаточном уровне освещения снимает хорошо. Используются стандартные приложения из пакета Google. Подустановленная операционная система Android без настроек, стороннего лаунчера. В памяти отсутствуют сторонние китайские рекламные приложения. Производитель обещает в будущем выпустить обновление до Android 8.0. Как итог, Bluewood D5 Pro станет отличным выбором при поиске смартфонов где-то в целом сегменте до 6000 рублей. Производителю удалось совместить красивый и выверенный дизайн с привлекательной начинкой. Здесь достаточный объем памяти, поддержка LTE и качественный экран. Не устроить может поддержка сенсорным слоем только двух касаний. С удовольствием обсудим с вами Bluewood D5 Pro в комментариях. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»